В Архангельске заканчивается строительство многофункционального духовно-просветительского центра. На подворье Артемиева Веркальского монастыря уже в скором времени можно будет проводить разнообразные встречи с интересными людьми, лекции, а паломники смогут здесь переночевать. Подробности в сюжете корреспондентов православного интернет-телевидения «Поморье». В Архангельске на подворье Артемия Веркальского монастыря завершается строительство духовно-просветительского центра, причем он станет первым в городе. Мы старались создать это как церковно-приходской дом, который разные функции будет нести. Для людей, прежде всего для прихожан, чтобы разные группы людей могли сюда приходить и какие-то мероприятия различные с приглашением специалистов, может быть, в том числе проведением каких-то образовательных мероприятий просветительских. Конечно, площади не очень велики, но группу до 40 человек в помещении трапезной, лекционной такой комнаты можно собрать. При строительстве дома использовали старинные элементы архитектуры – деревянные потолки, балки, толстые стены. При этом, конечно же, предусмотрены все блага цивилизации – автономное отопление, холодная и горячая вода. Недаром настоятель подворья говорит, что стараемся строить добротно и качественно, чтобы радовало. Церковно-приходской дом будет служить и мини-гостиницей для иногородних паломников, которые едут в Артемий Веркальский монастырь и на родину святого праведного Иоанна Кронштадтского в село Суру. Здесь гости смогут переночевать и провести время, ожидая поезда. Рядом с церковно-приходским домом на берегу реки Северной Двины расположен храм Александра Невского. Еще на просторной территории подворья находятся два жилых домика для трудников, а также хозяйственные постройки. Есть даже своя экзотика. Отец Феодосий рассказал, что на подворье пробовали разводить кур, но это оказалось слишком дорогим удовольствием. Сейчас несушки и два роскошных петушка выполняют скорее декоративную функцию. Благоустраивать подворье начали весной. Рабочие руки нашлись сразу же. Стараемся привлекать именно трудами прихожан, детей, подростков, школьников. Высаживали деревья в этом году, яблони, елочки. Зачищали. Людям это очень нравится. После совместной чаепития и какой-то духовный настоятель старается рассказать духовные беседы. В сезон светения подворья украсили альпийские горки. Над этим потрудилась ваншафтный дизайнер Вера Дмитриевна. Причем она с радостью готова поделиться растениями. У нас позволяет нам площадь создать именно питомник для выращивания рассады, чтобы в дальнейшем мы могли для всех храмов выделять рассаду на благоустройство всей территории. На подворье Артемий Веркальского монастыря надеются, что благоустройство и работы по отделке церковно-приходского дома завершатся к осени. Людмила Селиванова, Григорий Чухин. Новости Архангельской метрополии.